девочки доброе утро яду в квартире посмотрите что с моими глазами сижу рыдают ваши комментарии тоже сколько сколько судеб кроссовки сыночку все перестирала тоже сипа высыхали я тут солнце сумасшедшие с утра сейчас потом поснимаю сделала себе второй раз кофе я уже попылесосила девочки паска ой какая вкусная паска сейчас я вам покажу я его же почти слопала худеем сколько ты жизнь девочки это у меня от маленькой паски остался пупик такой вкуснятина остановиться нельзя я ночью начала ее кушать терпела терпела потом где-то в два часа ночи думает а пойду возьму я ее прихожей на это на машинке оставила на стиральник гляньте какое солнце вы видите пока не прожую не запью у меня это противно девочки пыль я не могу делать очки лучших не одевала вчера девочки ушла и оставила так окно на проветривание у меня здесь стоянка под окнами машина за машиной целая куча ой девочки начиталась всем нам не сладко особенно вчера тему детей тронула сейчас начиталась и столько историй разных у меня у самой как я говорю один сын могилу затягивает а другой вытягивает хорошо одевать девочки нарядов нету как все противно да вот как начинается какой-то вот эти переодеваловки какие-то межсезонье не пойму вы меня видите ли не видите никак не пойму вот так мне кажется у всех так что одевать был бы какой-то легкий такой спортивный костюм да то где его найти лазить вот это где-то покупать среду первый день секонд-хэнд пойду уже какие-то я даже не знаю что я себе там куплю одна чепуха кругу я еще не расчисывалась девочки заколола зато встала сразу с пылесосом пробежалась и тряпку намочила в прихожей ему противно когда сухая тряпка лежит не на шоке зашла и на мухую тряпку стала атаку кругу вещей господи сушилка полная сухое все на гладильной доске я что же кидаю так найти кинула ну за секунду высыхает тоже быстро сухой это не самое главное хватит мы уже ходили лазили чтоб нигде ничего не было порядки наводили а сейчас мы подоконник завалены и хорошо а шо плохо тут у меня иконы надо все попротирать только и вот дитю на полотенечке обувь послаживала чтоб посохло потому что тут самое большое солнце у меня в квартире а куда я вынесу на улицу а вот уже все сухое все на порах сухое теперь мои надо там разное все повысыхало уже то что надо то я позавчера постирала все сухенько хорошо девочки придумали шоу машинки можно обувь стирать кинул порошка ополаскивателя все сухой шнурок все сухое ой девчата сейчас убивных пожарю оля сегодня выходная а я девочки знаете что забыла вчера только сыном разговаривали вот оле начался кашель позже как я я вчера и сыненька сейчас уже поздно мне кажется что поздно она уже так уже проходит но уже не так кашляет у меня есть ингалятор мне ждите в прошлом году купил ингалятор и только его так там надо с лекарством и даже у меня на на 5 или 6 плат плат пластмассовых вот таких этих таких отламывает пистончик а вот эти с лекарствами которыми дышать надо как я могла забыть девочки между там 100 насадок и детские насадки разные но хорошие мне купил у меня же вообще хронический бронхит я наверно как я вчера с ним разговаривала и мамонька я по моему месяца три гавкала тут я с ума сходила и спал и как я могла за него забыть а вчера мне голову как стукнуло думаю я веи лекарства купила и все как я могу вот это девочки тогда же не надо домой она забирала бы еще многие сделали с дому а вот там бы приходила как каждый день и делала в себе ингаляцию дышала под этим лекарством на сегодня я возьму все-таки хоть немножко подышит девки я я я бы для себя его забыла уже честно слову потому что так он лежка помнила когда он у меня прямо на кровати лежал возле меня я несколько раз в день дышала не по-моему один раз там же нельзя нож какой-то с антибиотиком было в общем я не помню это мне все дитё покупала я не знала что за лекарство что он мне приносил и вот это дыши и дыши и дыши все лекарства все он не покупал я даже не знала какие заходил в аптеку или может кто ему говорил какое самое лучшее он мне все самое лучшее покупал как я забыла но сегодня возьму сегодня она придет жить посолкой придут хай сидят у то в коридорчике пока кушать приготовлю хай подышит вообще вчера девочки такие вкусные котлеты получились этой голяшки то сейчас женщина меня спрашивает можно и колбасу наверно сделает а все что угодно можно сделать мясо а чего ж нет только голяшки девочки желательно брать передние задние они костлявые и там меньше мяса и там костякова такая километровая а в передние коротенькая и она мясная более кругленькая вы поняли я никогда заднюю я могу взять заднюю синие передние 7 не надо срочно это очень редко или или на шару за три копейки тогда можно брать какое солнце девочки нет ни гардины не портьеры все есть все он запутавший фанере в кульке но мне надо но солнцем надо что-то делать в спальне солнечная сторона а кухне комната то вообще темень то там вот солнце сейчас стало мне же окна туда выходит а это вот прямо на солнце на солнце и выход вы поняли вот она по прямой пасочка пасочка девочки какая вкусная девочки вы знаете я даже наверное не буду ничего домашнее покупать не сметан не ну посмотрите в этой игры я куплю чтоб сегодня мясо часа выйду скоро пойду у нее яиц возьму нас как кусочек слова у меня полно а вот и это чем тоже надо кормить родню свою вчера котлеты разобрали они с волкой воля больше себе взял и подливку это забрала или забираю на то зачем я верну кинешь сюда что-нибудь каши какой-то вермишели какую-то вкуснятина но взяла вылезу дочек а волки в котлетки штуки 5 наверно оля дала ему они поделили между собой я съела одну котлету домой я не брала они забрали по домам ой девочки как это все и тяжело и все часы надо девочки попереводить у меня же в спальне часы висят на стене и в кухне висят на стене я не успеваю их туды-сюды вот это крутить вот эти стрелки как уже надоело этих разговариваешь у меня ж сын комнате а чё буду орать то я там могу орать это я люблю там быть а чё буду орать и люди тут соседи окно приоткрыто что подумали что дурдом проснулся я дома никогда девочки я я всегда шопа там разговариваю вообще никогда не кричала ни на детей ничего не наказывала никогда уже когда-нибудь то если выйду а их нет знаете как это потом у них одна дорога у нас 10 куда бежать какую сторону а потом пока найдешь где они там пошли в футбол играть или куда-то бежишь уже за ними с лазинкой гонишь как гусей ой девочки знаете как пылюку видно только мыло девочки меня вот эта лампа смотрите я думаю вы ее видели снимается этот видите пошел помыл и знаете откуда этого лишь пластик девочки вечные такие наверное девочки уже больше ста лет я так думаю это знаете от кого это убирала вот помните я вам рассказывала дедушка но против меня он военный был вот который мне на 9 мая меня поздравлял тоже подарками вы хороший был василий викторович я ему говорила когда уже кормила его сидела он сидит за меня на диване я его прям приказывала не умирать или что же я буду делать без вас так это его лампа я забрала ее себе когда мне отдали телефон его samsung маленький у меня был хуже а мне одно отдали этот сын и невестка я у них тоже убирала на кирова сначала у них а я потом они меня и и к деду пристроили а он напротив меня как раз и лампу я говорю можно я заберу как память себе забрала лампу себе это на миллион лет за доску ты то что там у меня в доме которые я ее на газу и девочки она мне почернела забывала то не забывала то знаете воде маленький огонь пока побегу что-то помою прихожу уже она подшмалилась вот это не дай бог чтоб не прогорела таску я все время обжариваю все так не в духовку духовка дурацкая вот так положу на маленький огонек и туда-сюда и так поверчу кругом вот так по обшпариваю так это доска вот этот дедушка это его папа ну что я убирала в них на кирову а доска это ее мама этой ленки вера сильна тоже я когда она умерла я убирала эту квартиру она мне попросила это ленка . что тебе надо забирать что не надо все выкидывать я бы рассказывала уже я забрала доску себе нитки он забрал а шкатулочку с нитками навсегда она хватит деревянная такая шкатулка хорошая и нитки все вера сильны подушечка и наперсок там и все чу дочка не забрала посолить я бы никогда не дала это мамы костыли забрал новые новые деревянные аптечные костыли и кольки у колька который умершим это танцевали в гараж а он же мы же рядом все тут живем я говорю коль она костыли в гараж себе полон зачем они на я же пригодятся ну и все и нема костыли коли нету гаражей по продавали уже и костыли там а и печатную машинку девочки что печатать здоровая в коробке никогда никто и не напечатал никакое письмо никому никакой никакой джульетти ромео или ромео джульетти он говорит зачем машинку я убери пригодится люди продержали ее девочки в кухне и так развернуться негде кухня же такая же самая как у меня хрущевка вот это в кухне она стояла вместо тумбочки накрыта сверху скатерочка была там коробка как стиральная машина такое добро было у людей они . сейчас вам покажу даже какая шкатулочка сейчас она тут у меня сзади стоит о девочки смотрите какая вот это все ниточки подушечка смотрите должна я сама делала это я бусики девочки эти бижутерию была разорвала черненькие и оли капор в цехе не были купили я и сидела его обшила полностью черненькими и девочки он совсем по-другому заиграл на голове остались бусики девочки смотрите сколько шпулек шпулек сколько это все веры васильевны гляньте сколько шпулек девочки ее сантиметр человек скручивал пользовалась она у нее машинка была ручная любит это все ее это пулечки как они были в кулечке так они как дочка могла не взять а ради того что мама твоя руками трогала правда девочки ниточки иголочки девочки а ну какого года иголочки эти иголочки желтая вся уже видите сейчас я вам скажу какого года 20 штук сейчас я скажу станка нормаль завод имени иванова одессы индустриальная 8 а какой вот так интересно а года и нету девочки хоть бы вот еще вову какой год непонятного года 10 года и все ниточки и и а вот шпуличку наматывала чего-то красненькую ниточку дальше тоже хотела сделать тут что-то шила черненькая белая шпулька ниточки ниточки девочки вот шелковые коричневые смотрите они такие хорошие он блестят и как атласные девочки очень кстати много шелковых ниточек вот белые тоже как атласные и вот смотрите они как атласные блестят тоненькие девочки а шпулек наверно не знаю сколько наверно штук 7-8 шпулек сейчас тут еще шут это девочки слышите это ой это же от моих бусов девочки поломалась тут это самое но укорачивали сделали это натуральный жемчуг это от моих бусов поломалась а застежка но сделали другую вот это ну удалили чего не знаю девочка вот ее наперсток смотрите вера васильевны гляньте какой наверно золотой видите как можно было не забрать до мамы на господи я когда-то я захочешь я тебе отдам это память мамы твоей смотрите какая шкатулка деревянная нигде ничего не написано а тут девочки петли ленте крепче чем сейчас двери делаю петли видите какие сейчас двери он туда и сюда его до петли подпадали а тут на это шкатулки какие петли до хорошие девочки ой пулечки не положила они не пулечки а бусинки вот иголка встряла нету нигде вот может на 1 на дне вот есть какой и кто изготовитель я бы это забрала все как это моей мама бы моей мамы наверно одна только катушка не так на все и на белые ночью зашивала черными детка все подряд наверно я не помню чтобы у нас нитки были ну может одна была какая-то иголка в нее стоп встроена катушка ой девочки девочки включила вот этот телефон бы не выдержала ревела или же читаю ваши эти самые регулирую думаю не надо включить с вами поговорить потому что может сердце лопнуть спасибо вам за эти комментарии девочки женщина там миленькая за сыновей за своих ну что вы поделаете это наши дети какие бы они не были правда никуда от них не денешься нам их жалко он у нас девочки уже много лет назад рядом дом я вам может и рассказывала уже так муж и жена один сын он военный сам она работала у нас в больнице переливание крови тут 16 больница рядом с больницей живу я вот хорошая семья не бедная семья он постоянно служил по командировкам только за границей и вот ну и сыну 16 лет начал наркоматикой заниматься как моя это тетка говорила наркоматы упустили баловали купили мотоцикл ему в 16 лет все у папа за границей он времени тогда был я как всегда запомнила я на похороны ходила девочки они жили вот вот мой дом он следующий в следующем доме реал он 50 метров от меня вот вот пришел сынок где-то ж мотался мотылялся 16 лет секунд прикиньте начал у людей не просить на наркотики она ему не давала а был пистолет дома отцовский он взял пистолет и стрельнул в нее прикиньте вот и все ранил она вызвала сама себе скорую смогла а скорая жена огнестрельная с милицией приезжает мгновенно даже не надо вызывать милицию милиция приехала же а он пистолет мусорный ведом сразу кинул под мусор под низ и она ему девочки даже еще в сознании было говорила если шо я открыла дверь кому-то чужому меня выстрелили представляете уже перед смертью шо как она выраживала до мать я как вспомню эти похороны девочки ну что милиция приехала сразу ее скорая забрала на 16 сразу сюда же две минуты проехаться она на операционном столе умерла 36 лет ей было красавица вообще семья такая хорошая он такой красивый юра его звали звали зовут я не знаю он продал здесь квартиру он потом женился у него дочка родилась со второго брака в общем нашел он с секунд 16 лет да еще наркоман мы придавили он сразу пистолет показал где и где шоу ну забрали дали ему 15 лет а ждали отца мужа юру целую неделю пока он приедет море она лежала в 16 летом было жара я помню я пошла на похорон она тает лежит она жарко у нее так вот капельки на лице такая молодая кошмар и все его посадили на 15 лет этот юра юрка женился такую тоже хорошую женщину взял себе девочка у них родилась и красавица тоже через 15 лет он вернулся нашу его тут жизни ему нету и уехал в село там у нее бабушка какая-то была отец его туда отправил сказал ты здесь мне не нужен туда всего есть бабе хочешь есть поехал бабе туда но я не знаю там потом я у жены в этом я не помню как я уже звать спрашивала ну в юриной жены новой я говорю ну что там этот вернулся она говорит нам только в гости зашел к нам только в гости зашел юрка его сразу отправил село сказал хочешь жить нет село здесь тебе не место спасибо ну и все там какую-то себя нашел вроде бы учительницу какая-то с ним согласила жить вместе прикиньте мужа ума набрался за 15 лет повзрослела ну и большая судьбу не знаю вот посмотрите какая судьба как мать говорила я скажу шоу меня от я открыла дверь и в меня кто-то выстрелил а ты молчи не говори что это ты представляете мама мы все терпим любых детей какие по ней не были пьяницы больные тюремщики вы думаете вот это вот помните битебский маньяк да петельский помогали витебский ведь битебский да вот это шоу и мать вроде от него отказалась она отказалась на публику девочки в душе мне там разрывается сердце а на публику конечно она сказала что у меня нет нет сын отказалась пошло и говорить когда есть которые только это этих слов и ждали правильно даже соседи все а есть такие которые знали знают и понимают что угодно скажешь а в душе все равно ты него не выкинешь как это это наши дети ой девчата я даже не знаю что сегодня покушать приготовить там опять женщина написала кому вот это все готовите я написала не заблокировала не нагрубила ничем просто вам что некому готовить тогда мне вас жаль что вам некому готовить а у нас один за всех и все на одного у меня девочки зубами иду в больницу на той неделе думала все во вторник пойду завтра новый вторник ой девочки надо пойти к виктору то взять у него вот эти пластмассовые виниры за 300 гривен 2 2 челюсти так я боюсь я всех разогреть кипятки напяли и потом только с челюстями снимать будут трактором крючком поцепят и вырывать вы не стянешь их потом как-то мне не зубы девочки капкан глянулась девочки что там на комоде происходит там порядок духи заканчиваются девочки сейчас вам покажу это вообще стоит сто пятьдесят пять лет это мне подарила одна женщина евреечка я у них работала сейчас она покажу вот она мне и дарила не были неполные видите вот я и так экономлю так экономлю уже девочки натуральный париж девочки натуральный париж смотрите а цвет видите какой как 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 пиво выдержанное или коньяк сейчас посмотрю что тут париж точно написано название я не знаю сон сопли шоу сопли и лесу не дали рей дали рей шоу то девочки 30 миллилитров дали рей с дали рей до таких наружу нигде нету и нет не будет уже правда девочки я это знаете девочки это так уже куда-то я хочу куда-то прогуляться могу шагнуть один разок только куда-то вот сюда потому что мы сорта чтобы на эти разговаривала но весь шлейф отсюда и тут осталось громынка и память и память девочки так девочки скоро уже буду собираться пожарю отбивные то выйду до магазина возле на базарчик на этот сегодняш недельник и туда пойду борщ остался там вчера покушали борща опять что нам надо я борща поела и воля покрышила знаете этих то своих огурцов шанал то приносила с работаешь угощают ее ведрами салат с пахучим маслом осенью пахучим масло надо выры купить в этой и с луком соленые огурцы так вкусно я вот с котлетой с удовольствием ложкой прям загребала этот салат там много масличка и лука много и вот это котлету кусочек хлеба с удовольствием съела котлеты вообще девочки вкуснятина и это это больше а потом пиалку свою а вот у горошек пиалку бы больше его горошек и все ай паски девочки самую маленькую первую туши я снимала вам мы ее сразу разрезали и попробую то вкуснятина а потом поделили оле 2 большая и небольшая ловки 1 большая и себе взяла одну большую одну поменьше вот поменьше я скушала он большая и сейчас сынуличка приедет ему быть оставшему не надо у них нет такой не есть раньше ела сейчас не ест ладно девчонки 5 сирена девочки как уже все надоело как вот это не надоело вот это балдеть вот это с ума сходить как не надоело вот это вот это воевать убивать людей как это не надоело даже молодые хлопцы делаются фу гадость чтоб не жить весна да идите работаете зачем она вам надо бросайте все идите башку отрывайте кто вас посылает на это они между собой жизни себе укорачиваю ладно девочки машинку надо зарядить на вечером приду там с вами в основном мою там целая но не целая там половина я даже не знаю что еще кинуть туда сейчас посмотрела то носки кинула свои то штаны какие-то которые дома в них переодеваюсь что на все время девочки сплю перс нам надо в штанах спать если шотикать не голым на трусах так хочется чтоб тело уже отдохнуть и шупли я вот это моя такая любимая дома девочки лазить она такая широкая просторная хорошая вся конфликт кстати купил качество вообще класс тоже в последний день дума чё не взять на меня как раз даже большой еще не взять думал так лазит по хате а вот ладно девчонки будьте все здоровы до встречи там тоже плачем и смеемся а я сейчас комментарии дальше пролистали приводим у девочка ревица очки постоянно ты-то глаза натираешь кошмар спасибо вам за комментарии девчонки спасибо спасибо за все хорошие слова ваш спасибо за все будьте здоровы родненький до встречи сегодня посадим обязательно топинамбур вдоль забора как вы сказали можно на улице посадить его там у меня петушки заглушен да там не такие цветы девочки петушки я не знаю как это и вам сегодня сниму эти листья вот они сейчас посходили уже вот такие листья и много много у меня там я вспомнила мне там три цвета желтый белый и фиолетовый три цвета лилия белая у меня есть вот это что с большими листьями такая одна это секрухина ну все пионов нет это виктор уже хоть до августа ждет какой посоветовали пойду накопаю у него тюльпанов полно девочки тюльпанов полно я их не выкапаю ничего они растут сирене я посадила кусту соседей ну уж девочки курок этих отростков полного вроде там в конце так я выкопала и посадила уже наверное лет пять куст а красивый какой тут где сарайчику тут наверху все цемент вчера накрыли все девчонки спасибо вам огромное ждите меня там будем балдеть кушать что-то готовить родне своей